Челябинская экология Он выходит Соответственно появляется запах свалочного газа Который в процессе будет полностью обезврежен При температуре более 1000 градусов После всех этапов рекультивации на этом месте должен появиться внушительный холм За сеной травой Виктория Абрамченко предложила зеленую идею расширить Мы устранили проблему, рекультивировали свалку А что дальше? 74 гектара в городе со сложным рельефом Со сложной розой ветров Где любой грунт, который будет перемещаться воздушными массами Будет тоже добавлять в виде пыли проблем в городской атмосфере Этого бы не хотелось Поэтому с Алексеем Леонидовичем вчера, пока мы ехали из аэропорта Я ему предложила, может быть деревья все-таки Во-первых, корневая система укрепит этот холм Не будет давать развиваться ни ветровой, ни водной эрозии Хотя инженерные коммуникации с точки зрения сбора ливневки Выполнены очень хорошо Виктория Абрамченко отметила Рекультивация Челябинского полигона ведется с использованием новейших технологий И подчеркнула, аналога нет во всей стране В этом году, уже в августе, рекультивация закончится Фактически техническая часть уже завершена И мы спокойно находимся на территории свалки И понимаем, что уже нет ни запахов, ни выбросов И осталось завершить ряд инфраструктурных задач И, соответственно, завершить биологическую часть рекультивации Все идет по плану И уже в этом году, летом, эта работа будет завершена И мы приступим к работе по магнитогорской свалке Следующий объект рабочей поездки предприятие Мечил Здесь оказалось не все так радужно В этом году имеем уже все расчеты, все данные От Росприроднадзора, от Роспотребнадзора И выбросы комбината на сегодняшний день Это номер один проблема для города Челябинска Представители Всероссийского общества охраны природы В Челябинске гости частые Говорят, главный источник загрязнения – бывшая свалка Сейчас урон экологии не наносит Следующий шаг – за промышленными предприятиями Вчера при нас, в нашем присутствии губернатор и Мечил Подписали соглашение по очередном этапе По дополнительному этапе по снижению выбросов То есть еще там порядка 3,5 миллиардов планируется инвестировать Ну, в общем, насколько мы понимаем, вчера было первое соглашение Подписанное, которое в соответствии с новыми требованиями президента По снижению вредных выбросов на значительный процент То есть сейчас, если эти соглашения будут выполнены, то Мечил Как бы будет первым, кто выполнил поручение президента Ну и, соответственно, мы благодарим Алексея Леонидовича Текслера Что он эту тему не оставляет, достаточно жестко все давит Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в 12 российских городах И Челябинск первый в этом списке Наталья Кудряшова, Илья Капелин, Урал-1